Девушки отдыхают 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 в мясорубке. Хорошо перемешать и добавить холодную воду или измельченный лед, а также специи. Отбивать готовый фарш до тех пор, пока он не превратится в однородную пругую массу. Из готового фарша для люля-кебаб сформировать колбаски, предварительно намочив руки водой, затем надеть их на шампур и отправить готовиться на мангал. Переворачивать до образования золотистой корочки. Для приготовления лаваша на костре нам понадобилась мука, вода, дрожжи и подсолнечное масло. Из ингредиентов замесить тесто, разделить его на части, раскатать лепешки и обжаривать на решетке с двух сторон в течение нескольких секунд. Для приготовления соуса нам понадобились помидоры, красный острый перец, соль, сахар, масло и зелень. Помидоры прожарить на мангале 5-7 минут, снять кожицу и перетереть мякоть, добавить зелень и специи по вкусу. К этому идеальному натюрморту не хватает по-моему только соуса. Вот он, Костенька. Сэ-е. Ну и теперь расскажите мне, как это нужно правильно есть? Это правильно. Потребно есть и так. Один, Костень, два, Игорь, три, Надя, раз. Ну а если быть совсем отвертым, то незайвым будет и аперитив. Ну да. А почему это ты таком говоришь, Костя? Досвеченные пикникари меня не понимают. Так, и сверху мы поливаем так соусом. А как еще можно подавать люля-кебаб, лаваш и соус? Можно взять и сделать больше лаваш, запекти, поставить его в пакетик, чтобы он чуть-чуть выдвух. Потом взять, поставить люля-кебаб, поставить соус, завернуть в виде колбаски и просто есть. У меня прям слюнки, слюнки, слюнки. Для меня вот сейчас самое важное это оценить, насколько мягким и сочным получается люля-кебаб. Ну то есть фактически мясной фарш, приготовленный на гриле. Подберите в разрезе. Все идеально. Игорь, браво. Дякую. И Костя, браво, потому что соус подходит к этому блюду идеально. И тебе, Надя, браво, потому что ты наша муза. И я спалила лаваш. Вот можно люля-кебаб и без соуса. Но с соусом это просто что-то неземное. Казалось бы, такие простые ингредиенты. Из помидоров такую вкуснятину приготовить? Ты просто бог. Да, Игорь? Да. И фантазия не имеет меж. Можно добавить туда будь-який спец, який вы любите. Я уже не говорю о том, как мы с вами сумели сэкономить. Лаваш сделать самим это недорого, потому что ингредиенты для теста простые. Для люля-кебаб, фактически экзотического шашлыка, мы использовали опять же то мяско, которое есть. Не обязательно идеальные кусочки выбирать. Ну, ши, как там обычно. Главное, чтобы было свежее. А наш лаваш, мне знаешь, что нагадую? Я не знаю, что у тебя было. Как колес, Костя, бабуся жарила, робились вареники, и вот те, что лишались у меня, бабусь, например, лишались кусочки, мы ставили на шпаргат у нас, поставили обжаривание. Вот, смак такой семи. А я вообще не сомневаюсь, что детишки, которые смотрят сейчас вместе с родителями нашу программу, они так и скажут, обязательно лаваш на природе, мама. Ну, вот я себя помню в детстве, для меня это было бы просто что-то удивительно вкусное. Так что мы започаткуем на ветпочинковый сезон новый тренд. Уси, роблять, лаваш и люля-кебаб. И оказывается, несмотря на экзотические названия, это блюдо приготовить действительно просто. Деньги сэкономили, время сэкономили, удовольствие получили. Огромное вам спасибо, ребята. На здоровье, Надежда.